добрый вечер операция пьяный водитель преступник проводится я пьяный что что я пьяный вам можно быть почему а я был за рулем водительства до стерения не понял ваш это приказ на касса или это операция классификацию квалификация вашего нормативно-правого акта я видел лучше я знаю юрченко подписал ее да но квалификация нормативно-правого акта но в городовом курьере нет этого давайте сразу удостоверение ваша водитель вводительское удостоверение документного вашего можно посмотреть можно на вы сачка юрий викторович то что все спасибо несите а я можно посмотреть это просто я хочу насчет если что-то наказ или спецоперации после печати там нету я знаю я видел несите бумажки кроме него нету там давайте вместе посмотрим и решим сейчас я выйду с давайте может задом туда к вам там а ну открой машину а не надо стойте инспектор указал вы сейчас знакомлены с юридическим словарем сейчас будем читать дай фонарик я ничего пока не да вот вот я говорил юрченко что юрченко подписал какой юрченко а что написано снизу читайте вот это кто юрченко я ж не знаю вот читайте вот есть номер пожалуйста можете уточнить есть такой как чё подожди как чё смотри подождите пока не мешает а и в смысле вот работа на 4 но еще это вообще за бубашка подошли показываю вот вы попросили я вам вот видите читайте читайте что это написано ну то что это я читал уже все быстро на территорию как пьяный выйди зачинайте ну просто поймите что это за бумага подойдите сейчас вы можете если вы в чем-то сомневаетесь хотя печать хотя бы должна быть какая-нибудь я говорю это ксерокопия если на оригинале нет печати то здесь нет если вы не сомневаетесь вы можете подъехать и уточнить есть такая операция или нет это значит наказ правильно присутствует читайте где написано что это такое начальника видели вот этот командиром туда-сюда там наказ или так уже так уже остальная церковь была сейчас вот так вот так вот и вот поражают дорожные транспортные проходят выявлено какие проверки будут да и так далее это ксерокопия я вам вообще могу просто сказать что проводятся такие мероприятия и даже не показывают ознакомить 57 статья Конституции с чем ознакомить общая информация вот 57 статья Конституции ознакомить что это наказывается документом подождите о чем начинать вы спросили причина остановки правильно или что я вам назвал причину остановки теперь я у вас требую водительское удостоверение и документ на автомобиль предъявить теперь мы смотрим закона ли причина остановки или нет Нет, мы у вас спрашиваем водительское удостоверение и документ на автомобиль на основании пункта правил дорожного движения. Это подзаконный акт, а мы руководствуемся законами. Статья 6 закона Украины милиции, знакит, что? Что делает? Гласит. Гласит о том, что все спецоперации должны сгодую громадян проводиться. Вы не поняли, я у водителя спрашиваю водительское удостоверение. У него есть спецоперация? Где? Вот это. Вот это? Да. Я вам продавал, вы подсчитали? Спецоперация. А что здесь написано? А что здесь написано? Что здесь написано? Здесь вообще не написано ничего. Даже если это ксера. Это вам. Профилактичные заходы. Ну, понимаете, что это просто А4. Нет, я вам причину остановки назвал. Теперь я вас... Хорошо, это ваше право так считать. Законно или незаконно. Я вас прошу предъявить документы ваши. Водительское удостоверение, документ на автомобиль. Инспектор. С удовольствием предъявлю. Пункт правил 2.4. Вы отказываетесь выполнять? Нет. И кто-то отказывает. Смотрите, будет закона... Хорошо, значит, при чем не закона? Хорошо, значит, законность вообще никак не должна... Вот, я вам предъявил. Что это? Это бумага. Если вы считаете это незаконная причина, можете поехать узнать. Вы ознакомлены с 6-й статьей закон Украины о милиции? Ознакомлены? Я ознакомлен. Что гласит она? Водитель, я у вас еще раз говорю. Вы отказываетесь? Инспектор. Юридически... Говорю на камеру, ни в коем случае не отказываетесь. Вы в коем случае не отказываетесь. Предъявите, пожалуйста. Подождите. Не отказываетесь предъявить. Я предъявил наличие вам для начала. Совершенно верно. А на них? У вас ничего просто... Я же ничего. Я предъявил, покажите, что они у вас есть. Подождите и спешите. Немножко ближе, я прочитаю. Все, я удостаю. Все, удачи, всего хорошего. Идемте за ручкой, ручкой и листиком. Идемте. Будем писать заявление преступления. Хорошо, пишите. Заявление преступления... Конечно. Это в руки подачи. Конечно. А нарушение закона это не преступление или как? Нарушение чего? Закона. Документы в порядке. Желаю удачи. А вы вообще с нормативно-правим-актами никак не ознакомлены, я вижу. Вообще никак. Юридическая база. Нас, вас на квалификацию попросим отправить. Вы хотите сказать, что все, что мы делаем, это все незаконно или что? Проверили документы незаконно. Проверили документы незаконно? Мы это сейчас изложим. Это вы так решите. Пиши. Ты же будешь писать? Да. А вы примите? Да, примут, конечно. Смотря что? Заявление. А что? Вот такое. О чем? О преступлении. Преступлении к чем? Нарушение закона. Должностных обязанностей, полномочий. Административная ответственность и уголовная. Я хочу подать заявление, чтобы вы рассмотрели и решили. В установленном порядке, пожалуйста. Так вот, вы нашли. Мои города. 40-ая статья Конституции Украины гласит о чем? В обращении граждан закону есть о том, что ему подать любого должности. Нет, не надо. Мы сейчас руководствуем, что как граждане только Конституции Украины. 40-ая статья нам позволяет. Я ответил водителю на все вопросы. Я такое просто не могу по законодательству. Конечно. Не могу просто принять. Ну давай. Пиши, ты пиши. Не буду говорить фамилии, не раз, и благодарность, и заявление. Ты пиши. Ваш Захарченко уже улетел куда-то. То есть вы о чем хотите подать заявление? Вы все почитаете? Мое мнение. Я пишу. Я считаю, что основка была незаконной. Все, в ГАИ города, пожалуйста. И туда все заявления. А то есть, если... То есть ваше требование выполнил, показал. То есть теперь я хочу, чтобы вы выполнили мои права и приняли. Ты пиши, примут, ты не переживай. Ты можешь рассматривать. А рассматривать не он будет. А рассматривать будет не он. Совершенно верно. Совершенно верно. И не лично мы вам будем писать его. Совершенно верно. А кому? Как начальнику. Вот на начальнику, пожалуйста. На имя начальника мы напишем. А вы как службово особо должны его принять, а не решить. Вот что 19-я статья голосит. Все документы должны быть на официальном бланке с голографией. А это листья, которые напечатали и подписали. В подразделении есть с печатью совсем. Где до сих пор печати нет? Куда вы поехали, инспектора? Обнять заявление о преступлении. Читай. Сюда на камеру. Вы отказываете? Инспектор, вы отказываетесь? Все, спасибо большое. Продолжение следует...